Всем доброе утро, ребята! У меня уже кофе, уже второй раз разогрела. Мои мальчики уехали. А я теперь могу спокойно позавтракать. Вот такие вот липсы достала Бородинские. Сейчас хочу себе их сделать с вот такой вот икрой. Копченым лососем. Мы уже едим ее очень много лет. Периодически покупаем. Мне очень нравится. Очень вкусная. Что у меня тут? Здесь тряло. Очень вкусная. Мне очень нравится. Именно вот это вот с копченым лососем. Кто не пробовал, Санта-Бремор попробуйте. Потому что мы как-то пробовали с креветкой, по-моему. Но мне с креветкой тоже не понравилось. Это вот единственное вкусное. Ну, именно для нас. Вот такие вот липсы. Видите? Они прям очень вкусненькие. Они тоненькие идут. Видите, Бородинские. Поэтому они темные. Смотрите. Кто не любит черный хлеб, конечно, лучше не покупать. И вот такого вот. Еще можно было, конечно, взять листик салата. Но я не пойду на улицу. Не хочу. Сейчас быстренько себе намажем. Конечно, сказать, что это прям суперполезно не сказать. Но очень вкусно. У меня, в принципе, это в одного хлебца. Мне хватит. Я утром просыпаюсь кушать. Вот пока маманчики кушают, мне кушать не хочется. Но вот сейчас время сколько? Пол восьмого. Я уже хочу кушать. Все. Ребятки, вот такой вот у меня будет бутерброд кофе. Всем приятного аппетита. И всем хорошего дня. Ребята, сделала в этом вот заваренке обычном чайном. Засыпала туда смородину черную. Добавила туда 3 чайные ложки. И залила кипятком. И вот так вот делаю прессом. Слушайте, какой вкусно, какой ароматный получился вот напиток. Я не скажу, что это компот. И не чай. Видите, такого цвета. То есть чая здесь нет. И я теперь Соне вот так вот делаю. Вместо компота наливаю немножко этой водички. И у меня, вон, видите, всегда стоит стакан с обычной кипяченой водой. Я с чайника переливаю. В общем, ей такой мешают, типа компотика. Я не знаю, как это морс называется, не морс. В общем, я не кипятила, просто кипятком залила. Возможно, вы это знали и делаете. Я это делаю первый раз. Очень вкусно. Прям можно ходить и пить. Можно, конечно, сделать такую большую. В кувшин большой и пить. Ну, как-то мне это так вот прям удобно. Налил, разбавил, сколько тебе надо. И все. У меня на ужин опять вот такая вот шаурма. Здесь свинина отбивная. У меня немножко половинка осталась. Я ее порезала. Много капусты. Что еще у меня здесь? Половинка помидорчика. Я такую, знаете, с капустой делаю. Мне очень нравится. И тут лаваш в маленький такой кусочек. Это он почему-то здесь. Кажется, как будто он большой. На самом деле нет. Все, с одной стороны. Ай, горячо. И со второй стороны. Сейчас ее поджарю. Лаваш этот и буду этим обедать. Очень сытная. Получается, внутри одни овощи, одна капуста. И тем не менее, вы наедаетесь очень хорошо. Потому что мяса мало здесь. В основном овощи. Мне очень нравится. Прям очень вкусно. Тут у меня я перекипятила борщ. Видите, горячие остатки борща перелила в маленькую кастрюльку. Вот. Люблю, когда у меня много борща. Потому что его можно не готовить постоянно. Так, все. Сейчас у меня приготовится. Я еще себе сделаю кофе. Буду кушать. У меня от одной еды к другой еде. Ну, вот как-то так получается. Мы уже с Сонечком ходили погуляли. Видите, на заднем плане куча игрушек. Раскиданных я еще не собирала. Сейчас перекушу. И буду все это дело убирать. А тут у меня стоит шивабра моя. Потому что Соня кушает. Вот вы написали, что пусть кушает руками. Купив столовые приборы. Куплю ложечку, вилочку. Ей специальные детские. И пусть она будет кушать сама учиться. Потому что так как бы ей ложка есть такая. Я сейчас вам покажу. Кстати, эта ложка еще одинки осталась. Нет, я вам ее не покажу. Вот она. Вот такая вот, видите? Удобно. Но сюда ничего не влазит. Видите, она такая как бы маленькая. Вот, поэтому я хорошую куплю ей ложечки. Чтобы она могла сама кушать уже пытаться. Вот. Так что, девочки, тоже перекус, уборка. И вот у меня швабра стоит здесь. Потому что все падает. Тут же пылесос. Стоит у меня рядом в соседней комнате. Постоянно на подхвате. Потому что очень много крошек. И чтобы это дело не запускать, я сразу же все быстренько прибираю. Сорвала листья салат. Оставила себе. Выписали, что можно ее замораживать. А потом, когда размораживаются, какие они вообще получаются. Напишите, мне будет интересно. Все, я делаю себе кофе быстро. Там уже Мишель на заднем плане. Шкребется. Я слышала, что я тут ложками стучу. У нас, кстати, опять хмарится. Но после дождя, конечно, прекрасно. Но вот сегодня очень жарко. Парит, парит. Вот хочется, знаете, чтобы такой прям дождь прошел. И была такая прохлада. Все, у нас жарко. Жарко и парко. Сделала только что педикюр в себе. И вот сейчас хочу нанести вот такую масочку. Вот Фаберлик. Маска для ног. Где-то на 5-10 минут ее оставить. Потом можно либо смыть, либо просто бумажным полотенцем промокнуть и одеть носочки. Я сняла покрытие. Сделала педикюр. И уже либо вечером, либо уже завтра сделала опять гель-лак. Потому что я в один прием присест не успеваю. Что-то сделать. Этот манеж вечный сборник какого-то мусора, игрушек. Видите, все раскидано. В общем, опять нужно наводить порядок. Я делаю это где-то раз в 2 дня. А то и в 3. Потому что больше мне не хватает на чаще. И сегодня манеж будем мыть. Видите, он грязный, затертый. Я его чистила, но чистила его давно. Поэтому мне нужно будет... Здесь у меня такая махровая простынь лежит. Чтобы было удобнее сидеть. Помягче было. Этот матрасик, он тоже грязный. Поэтому это все дело пойдет сегодня на улицу. И папа приедет с работы. И все это быстренько помоет, почистит. Чтобы было у нас все чисто. А я это дело сейчас все разбираю. Навести порядок надо. Какие-то игрушки, возможно, выкинуть. Надо, в общем, отсортировать. И, наверное, часть вообще унести. Потому что она привыкает. И ей вообще не интересно. В общем, будем с вами убираться, наверное, вместе. У нас дожди были. Это, в принципе, окно чистое. А вот это вот окно не чистое. Я его сейчас открыла. Сейчас надо мне залезть на столешницу. И, в общем, вы видите, с этой стороны его нужно промыть. Потому что с улицы из-за москитки нельзя залезть. Поэтому мне его сейчас надо вытереть. Потому что вот и стоишь возле рабочей поверхности. И вот такая вот грязь. Мне нравится черешня наша. Много черешни наверху. Но подлезть туда нельзя. Фильтр тоже уже скоро надо протереть. Надо вообще с окна, наверное, убирать. Потому что когда солнце... Мне кажется, вода нагревается. Вообще опять воду перестала пить. Перестала контролировать. Он, кстати, у нас на 2 литра. Очень удобно. Мне нравится. Это у нас аквафор. Фильтра покупаю. Меняю. Но я часто меняю. Только в чайнике начинается налет. И я сразу же меняю фильтр. Бумажное полотенце закончилось. Поэтому беру обычные салфетки. Мочу салфетку и прям буду вытирать. Еще мне, кстати, обсыпало. Это знаете из-за чего? Из-за того, что я начала есть очень много сладкого. День рождения торт. Бадан на день рождения. Моё день рождения. И мы этот торт дай дали. В общем, короче, только начинаешь есть не то, что надо. Начинаются проблемы на лице. Все. Мою окно. Видите, какое грязное? Все летит с крыши. И вот такая вот. У нас опять заходят тучи. Так, знаете, прохладно-прохладно. Хорошо прям вот с окошкой. Соседишь. С улицы, кстати, очень удобно мыть окна. Мне прям очень нравится. Но мне нужно на втором этаже помыть. Ну, там надо вылазить. Я еще та трусиха. И вот сразу сухой протираю. Никаких разводов не будет. Бумажное полотенце просто удобнее. Ну, мне писали за керхер. Да, я тоже. Мне банан предлагает его купить. Но, если честно, жаба душит, его за 4 тысячи его покупать. Я могу помыть за 10 рублей. Ну, правда. Бумажное полотенце сколько стоит? Рублей 40. Нет, я даже половины не потрачу. Во. И без разводов. А с улицы вообще красота мыть. Вышел, спокойно помыл. Еще вот здесь вот. На стыках надо хорошо тоже вытереть. Что-то тоже будет. Дождь пошел. А у меня вещи сушатся. Все, я побежала. Дождь пошел. Дождь пошел. Субтитры сделал DimaTorzok перекладывать с одной миски прищепки в другую. Вот так вот. Понятно вам, скажем? Сонечка, аккуратно. Вот так вот мы развлекаемся. Складывай, складывай все, зайчик. Складывай. Мама на помощницу. Умничка. Молодец. Я варю макароны на ужин. Точнее, они уже все у меня сварились. Достаю. Мы будем рагу, наверное, есть. А, Димчик, может быть, Соня будут макароны. Не знаю. Посмотрю. В общем, надо, чтобы еще что-то было. Папа у нас ходит вор, моет. А мы решили остаться дома. Точнее, мы уже сходили погуляли. Соня влезла в грязь. Дима тоже облился водой. В общем, мне качели дала по голове, потому что сильный ветер. И мы, в общем, решили прийти домой. Да, Соня? Порядок наводить. Дима, телевизор отойди. Вечная помощница. Вот все ей надо, да, Соня? Вот так вот и кричишь. Вот это, чтобы вы понимали. А то вы говорите, София, спокойная, спокойная. На. Все, пошли отсюда. Вот. Видите, какой у нас характер? Все ей надо. Все надо достать. Нет, это тебе нельзя, Сонечка. Каша вот эта вкуснющая. Я буду покупать еще рис и гречку. Этой же фирмы. Мне очень интересно в пакетиках варить. Ну, я вам уже рассказывала. Да, Сонь? Сегодня Соньке купили вот такой вот паильничек. Это пиджин. 200 миллилитров он идет. Аккуратно. Оно не проливается. Очень классно. Мне очень нравится. Димчик уже постелил. Уже баловаться собрались. Все, манеж помыли. Чистый. Помните, вот здесь такие были разводы. Все чисто. Матрас чистый. В общем, я довольна. Все, теперь у нас это. Видите, игрушки. Кстати, вчера так и не показала. Вот здесь вот игрушки я сложила все. Но мне вот удобнее, когда они у нас в манеже. Это еще, видите, Димкины игрушки. Димка маленький был. Я заказывала. Надо будут какие-то тоже либо такие мешки придумать, взять. Ну, такого плана или тряпичного в Икеи есть. Вообще, можно будет посмотреть. Либо же какую-то надо полку брать, потому что София растет. Игрушек становится много, потому что, видите, вон еще игрушки стоят. Вон целая коробка большая. И бы по-хорошему бы расставить какую-то полочку. Возможно, вот сюда вот нужно будет здесь ставить. Или в эту сторону, не знаю. В общем, какой-то организовывать ей уголок. Потому что пока еще года два она точно будет играть здесь. Свою комнату ей еще рано. Поэтому, тем более, второй этаж я боюсь. Вот. Так что надо будет, в общем, что-то думать. Наверное, может быть, как у Димки на втором этаже. Такие полки икеевские. Возможно, либо мы перенесем сюда. В общем, будем думать. Наверное, этим летом нужно будет сделать. Ну, к осени так точно. Какой-то уголок ей нужно организовать. Или я вообще планирую вот этот вот ковер поменять. Сейчас Сонька на горшок как начнет ходить. Потому что смысла сейчас покупать новый нет. Потому что все равно будут конфузы. Может быть, какой-то сюда... У нас есть детский коврик. Возможно, сюда нужно будет тоже поставить, чтобы она здесь играла. Потому что у нас, в принципе, от окна не дует, не холодно. Мы даже батареи не включаем здесь. Теплый пол. И батареи здесь не нужны. Вот. Поэтому, в общем, будем думать. Мышка. Давно мы тебе не показывали. Видите, как заросла уже. Ну, это, конечно, не предел. Можно ее не стричь. Но вот когда лапы моешь, она прям вот долго сохнет. Да, мышка? За тобой, ребята, уже все соскучились. Моя девочка. Ждайте мне отдохнуть, пока меня никто не трогает. Моя девочка. Я помыла голову. Успела, представляете, помыть голову, сделать маску и смыть. Думаю, быстро смою маску. Что вы думаете, села и делать себе педикюр? Уже одна нога у меня готова. Вторая осталась только уже топом покрыт. Точнее, я покрыла. Только хотела ставить в лампу и выключили свет. Я вообще не понимаю. Вчера тоже были проблемы, но у нас был свет. Вот в соседнем районе, где мы раньше жили, не было света, не было воды вообще. Что происходит? После той вот грозы какие-то вообще теперь проблемы, перебои со светом. Я теперь не знаю, что мне делать. Одна у меня нога готова, а одна нога нет. Сейчас буду, наверное, стирать верхний слой, потому что я нанесла топ. А он же должен-то, как сказать, запечься, не запечься, как правильно сказать, в этой лампе. В общем, я теперь не знаю, когда нам теперь даже свет дадут. Хорошо, хоть я маску смыла. А то ходила бы еще целый день бы. Привет, скажи. Мы приехали за Димчиком в садик. Соня, где Димчик? Где Дима? Где? Приехали, да? Мы уже приехали домой, быстро покушали, ничего не снимала, потому что ездили к стоматологу. У нас был плановый опять осмотр, сделали еще пломбочку, одну Димчику, и все. Теперь через три месяца придем на контроль. Вот, мы быстро поели, потому что были такие голодные. Сосиски, сардельки и макароны с салатными такими большими красными помидорами. Обожаю салатные помидоры. Еще со времен беременности Димка я постоянно вот ела их, потому что не могла. У меня был такой токсикот, что помидорами я и спасалась. Да. Сейчас мои детки нам включили свет, слава богу. Какие-то плановые работы, видимо, после этих вот ливней страшных. Сейчас вот это вот работы плановые. Все, я буду с вами на этом прощаться. Спасибо большое, что были с нами. Буду монтировать, потому что уже идет задержка. Я знаю, что вы ждете. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Пока-пока.